Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этот раз. Вы готовы к соревнованию? Да! Хорошо! Сегодня вас ждут ребята очень нелегкие испытания. Но вы уже успели показать себя как серьезные соперники, практически равные бойцы. Пока лидирует Машенька, но и радоваться, и огорчаться еще слишком рано, потому что сегодняшняя финальная борьба как раз таки все решит. Я предлагаю, не теряя времени, приступить к первому конкурсу. Согласны? Да! Хорошо! Тема разговора, как и во все предыдущие дни, это правила дорожного движения для детей. Мы с вами будем составлять загадочный кроссворд. Он уже нарисован, и вам остается лишь под нужным порядковым номером вписать слово «отгадку». Первую отгадку под единичкой и так далее. Скажу сразу, ребята, что здесь очень важна грамотность, потому что если в первом слове вы допустите ошибку, то второе и третье слово может не получиться. Задание нелегкое, но и награда очень-очень даже весомая. За каждый правильный ответ, ребята, три фишки. И еще одна тому, кто быстрее справится. Ну что, вам все понятно? Да! Тогда давайте начинать. Подходите к стенду. Итак, первая загадка. Я глазищами моргаю неустанно день и ночь. И машинам помогаю, и тебе хочу помочь. Под единичкой. Кто написал? Скажите. Я готова. Я готова. Все. Ай да умница без единой ошибки. И Дима без единой ошибки. Какие грамотные дети. Итак, у Машеньки четыре фишки, у Димы три. Следующая загадка. Наш автобус ехал-ехал и к площадочке подъехал, а на ней народ скучает, молча транспорт ожидает. Что это за площадочка такая? Пишем под двоечкой. Куда автобус и транспорт подъезжают, маршрутки, троллейбусы, к чему? Все, готов. Молодец. Ребята, разгадали правильно, но есть у вас по одной ошибке. Как вы так умудрились одну и ту же ошибку? Установка. Установка. Не вводите в смущение наших телезрителей. Представляете. Установка. Вот теперь верно. Закроем глаза на то, что вы сделали ошибку. Но запоминайте, как правильно пишется. Тебе, Дима, четыре фишки. Тебе, Машенька, три. Если еще раз допустите ошибку в третьем слове, то я уже одну фишку вам сниму. Итак, третья загадка. Эту ленту не возьмешь и в косичку не вплетешь. На земле она лежит. Транспорт вдоль по ней бежит. Вот теперь пишем, что за лента такая, по которой транспорт бежит. Ну, ну, ну. Все, все. Кат, подождите. Просто не написал. Кажется, у меня написала. Присаживайтесь. Итак, ребята, молодцы. И третью загадку вы разгадали правильно. Чуть-чуть Дима опередил Машеньку. Совсем чуть-чуть. Поэтому четыре фишки, Дима. Твои. Держи, пожалуйста. Машенька, и твои три. Хорошо. Ребята, вы знаете, последняя отгадка, дорога, это тема нашего сегодняшнего с вами разговора. И поскольку совсем не за горами зима, то и речь пойдет о снежной дороге, которая, ребята, между прочим, может таить в себе некоторую опасность. Вот что об этом знает тетя Оля, мы сейчас от нее узнаем. И что будете знать вы после этой передачи. Внимание. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы узнаем, кто же из вас стал победителем. Но об этом потом. Сейчас у нас новая тема. И называется она «Снежная дорога». Ребята, а вы любите снег? Да. А вот водители снег не очень жалуют. Снег, дорога становится очень скользкой. Чуть превысишь скорость, и машину заносит. Тротуар тоже становится скользким. Пешеходам необходимо быть особо внимательными. Машину на скользкой засниженной дороге очень трудно остановить. Поэтому перед переходом дороги дождитесь ее полной остановки. И только тогда смело шагайте. Не держите руки в карманах. Так больше шансов упасть и пораниться. Чтобы руки не замерзли, носите перчатки. А яркая одежда поможет вас легче заметить на дороге. Ну что ж, ребята, пришла пора нам прощаться. В этой игре вы оба победители. И я вами горжусь. После игры вы будете знать намного больше и будете в большей безопасности. Берегите себя и пусть на вашем жизненном пути всегда горит зеленый свет. Ребята, ну что, время нашего финального конкурса. Это будут вопросы. Ответы на эти вопросы вы уже знаете, потому что мы говорили об этом в один из наших игровых дней. Поэтому, если вы внимательно слушали меня и нашу тетю Олю, то ответите без проблем на мои вопросы. Каждый правильный ответ стоит три фишки. Если вдруг соперник будет дополнять, то часть этих фишек перейдет в его копилку. Скажите, кто начнет первым отвечать на вопросы? Давайте, Маша. Сам поднял, потом давайте, Маша. Так ты определись. Давайте мы с помощью жребия определим, кто начнет первым. Хорошо, давай. Выбирайте руки. Кому достанется фишка, тот и начнет. Первая выбрала Маша эту руку, значит, Маша начинает. Итак, первый вопрос. Мария, почему по тротуару надо ходить очень осторожно? Потому что, когда вы идете, машина может как бы заехать на него. Она может как бы ехать туда, чтобы... Может, дом что-нибудь. Или там что-нибудь поправить надо. Подъемный кран, да? Чтобы подъехать ближе к дому. Хорошо. А вот к магазину часто еще подъезжают машины. Чтобы деньги, ну, банк. Накасаторская машина, да? Да, чтобы забрать деньги. А к магазинам еще, чтобы товар привезти. Да, товар привезти. Разгрузить, да? Да. Хорошо. А вот если вы видите, что машина двигается, задний ход включила идет, как вы себя ведете? Надо как бы не бежать, не прыгать, не нестись. Надо остановиться, чтобы машина тогда проехала, и тогда вы должны только пройти. Отойти в сторону. Правда? Хорошо. Правильно, Мария. Вы уже знаете, что машины могут оказаться на тротуаре, поэтому нужно быть особенно внимательными. Что хотел дополнить, Дим? Что еще, когда ты можешь это, ходить про тротуару, ты можешь это, послушать музыку, и тротуар может закончиться, и вы выйдете, но можете выйти на дорогу. Да, бывает, наверное, и такое, Дима. Хорошо, Машенька, три фишки ты у нас зарабатываешь за правильный ответ. Ну что, Дима дополнял? Ну, держи фишку, коль такое дело важное, ответственное. Финал все-таки. Второй вопрос. Дима, если под дорожным знаком есть табличка с указанием времени, что это значит? Он говорит о том, что этот знак временный. Что действие дорожного знака распространяется по времени. На то время, которое указано в табличке. Так? Я вижу, что ты понимаешь, просто не совсем четко выразился. Хорошо, но ты запомни, пожалуйста, что если такая табличка, то действие знака распространяется в указанное время, на указанное время. Хорошо, держи. Так. Маша, чем опасны могут быть роликовые коньки и скейтборды? Потому что, когда вы гуляете в гонке, например, вы можете ехать быстро, хотите показать, что я буду первым, я очень хорошо на них катаюсь. Но это не важно. Главное, чтобы вы аккуратно это делали. Потому что, если вы несетесь, идут повороты, вы сразу не сможете повернуть. надо как бы, надо ехать помедленнее, чтобы не упасть, не... А если вы будете нестеть, и вы упадете, как бы, и что-нибудь сломаете, или поцарапаете. И если вы там несете, много людей несет об одной тротуару, и вы как бы несете со всей силы, то вы, кто-то может вас столкнуть, или просто там, они едут немножко, но нога у них к вам попадет, то вы упадете, и тоже что-нибудь себе сломаете. Если говорить одним словом, то это опасно, прежде всего, травмами, получением травм. Хорошо, Машенька, очень хорошо. И последний вопрос, Дима, тебе адресуется, чем опасна скользкая дорога для водителя и пешехода? Что? Пешеход на скользкой дороге может поскользнуться, упасть на дорогу, а машина это увидит, и не сможет резко остановиться, поскольку дорога будет скользкой. Лучше носить яркую одежду, чтобы водители могли лучше вас заметить и притормозить нужное время. Правильно, правильно. Что, Машенька, еще? Что, когда вы идете, ну, как бы, не надо их в карман руки сосовывать, их лучше одеть в перчатки, чтобы вам, когда вы падали, вы могли... хотел это сказать. Ну, пускай, Маша, это вот еще. Они, как бы, чтобы вы падали, и вы, у вас руки были, ну, чтобы у вас голова не с вами ничего не случилось. Чтобы опора была на руки, да? Правильно, очень хорошее дополнение. Да. А если переходим дорогу в зимнее время, когда скользкая дорога, как нужно себя вести? Вы должны медленно идти, идти и смотреть на дорогу. Вдруг вы нечаянно выйдете на зебру, и вдруг вы соскользнете, и может вас врезаться машина. Правильно, Дим, в зимнее время нужно быть особенно осторожным. Почему? Потому что скользкая дорога. и, Машенька, что? Нельзя как бы, когда вы идете тоже бегать, мстить, и нельзя, когда вы идете с другом разговаривать или наушники слушать, потому что машина будет, она не видит, там снег и метель, и она не будет, не увидит, что там идет человек. Водитель может не заметить. Да, правильно. И поскольку дорога скользкая, то водитель может не затормозить вовремя, потому что нужно лучше пропустить машину, а потом переходить. Так? Хорошо, Дима полно очень ответил. Три фишки и одну фишку Машеньке за дополнение. Очень хорошо, ребята, ответы полные, меня они очень даже устроили. Ну что ж, ребята, все конкурсы закончились. И теперь давайте посчитаем, сколько в четвертый игровой день вы заработали фишек. Я готова назвать, кто же стал победителем. Как вы думаете? Маша! Ты думаешь, Маша? Да. А я Дима. Да? Какие вы! Ребят, на самом деле первое место в стране безопасности на этот раз у нас занимает Дима. Действительно, Машенька. У тебя, Маш, 73 фишки, первое место. И почетное Дима. Второе место в упорной борьбе занимаешь ты. У тебя 69 фишек. Ребят, я вас поздравляю и хочу вручить подарки. Машенька, это мы Диме передадим. Дима, тебе поздравляю. А это Мария, твой. Ребята, я вас поздравляю, желаю вам успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова